В этот раз я приехала в Запорожье после того, как сдала свои кандидатские экзамены, потому что меня пригласили на свадьбу. Этот вечер у нас был свободен, и поэтому мы с моим дядей и его собакой отправились в Центральный парк культуры отдыха в Запорожье, который называется Дубовый Хай, чтобы погулять, подышать свежим воздухом, посмотреть на воду. Если вам интересна порода, то это американский кокер-спаниель, его зовут Филя. И, конечно, он всеобщий любимец не только в семье, но и на публике. Мы, когда гуляли, постоянно получали комплименты в его адресе. В целом же, посещение парка – это всегда отличная идея, и особенно прохладным летним вечером. И вот, наконец, наступил день свадьбы. Все началось с того, что мы проспали и проснулись на полтора часа позже, чем собирались. Но, к счастью, все обошлось, и мы все успели, как и планировали. К всеобщему сожалению, по непонятным для гостей причинам, невеста запретила ее фотографировать или снимать на видео. Но мы старались как могли, и кое-что заснять все-таки удалось. Отдельное спасибо за угощение, потому что не форшилованные щупы, не запеченные поросята в такую жару, по-моему, неуместно. Свежие фрукты, легкие бутерброды и свадебный торт – это же совсем другое дело. Ну, конечно, сам комплекс, в котором все происходило, не упомянуть просто невозможно. Расположение на берегу Днепра, парковка для яхт, личный бассейн, замечательные газоны. О чем еще можно мечтать? Церемония была не торжественная, то есть, жених и невеста зашли в ЗАГС, расписались, им поставили там штампы, и они уже вышли к гостям с готовым свидетельством о браке. После этого все отправились в гостиничный комплекс, в котором и происходила основная часть торжества, и приступили к празднованию. Думаю, всем уже стало понятно, что эта свадьба не очень традиционна, по своей сути. В том смысле, что никто не крал невесту, не пил из туфлей, не переодевался в цыган и не занимался прочими подобными вещами. Хотя, знаете, ни одного недовольного таким решением и не обнаружилось. Поскольку у моей сестры высшее музыкальное образование, то, конечно, не обошлось и без хорошей музыки. Клейта, саксофон, живое пение, веселые пляски. Что еще нужно для хорошего праздника? Так что я думала, что запомню эту свадьбу надолго, потому что впервые, пожалуй, я получила удовольствие на свадьбе. А это немаловажно. Ну а вечером мы отправились на Хортицу смотреть местные достопримечательности. Андрей с моим братом даже открыли купальный сезон. Правда, похоже, им не очень понравилось, потому что вода все-таки была холодная. Но, будучи в этом месте, в это время, по-моему, было бы глупо не попробовать. А мы с Филией на берегу наслаждались красивым закатом и ждали их благополучного возраста. Возвращение из воды. То место, где мы были, я бы описала, как скалы, вода и травы. И еще немного клещей, но это же мелочи, правда. В целом же впечатления весьма положительные и, конечно же, мне хотелось бы туда вернуться еще не раз. В последнее утро перед отъездом мы были предоставлены сами себе и поэтому решили сходить в какой-нибудь музей. Как истинные технари и преданные выпускники авиационного университета, не раздумывая, мы отправились в музей техники на завод «Моторсич». Сначала мы впечатлили, как истинные техники на заводах. Мы встретились размерами двигателя для грузовых самолетов «Руслана Мрия». Потом прошлись вдоль невероятной выставки мотоциклов, двигатели для которых выпускались на предприятии. Посмотрели на коллекцию самоваров, инсценировку бытовых жизней в украинской глубинке и снова на двигателях. Приятной неожиданностью стал бесплатный вход на парковую территорию при музее. Среди ярких и блестящих экспонатов военной и сельскохозяйственной техники было полно родителей с детьми. Но и билет для входа в главное здание по 10 гривен, как мне кажется, чистая условность. Несмотря на то, что предприятия сейчас переживают не лучшие свои времена, музей-парк находится в отличном состоянии. Мы, например, получили массу положительных эмоций и ничуть не пожалели о том, что пришли. Если вы тоже интересуетесь этой темой и имеете такую возможность, обязательно приходите, там есть на что посмотреть. Ну и вечером, перед самым отъездом, мы решили спокойно прогуляться и заодно посмотреть на местные университеты. Внутрь, конечно, мы не заходили, но снаружи все выглядит весьма недурно. Особенно порадовали ухоженные клумбы и растения, характерные для теплого климата. На этом наше короткое путешествие подходит к концу, так что до скорых встреч в Запорожье!